Студенты Гомельского медуниверситета будут допомогать урошам справиться с другой хвалей коронавируса. Зараз у ВНУ сформирована группа волонтеров, которые на наступном тыдне доброхвотно отправятся у перепрофилированной отделения и будут займаться реабилитацией хворых на COVID-19. За их подрыхтовкой назирала Ганна Корольчук. Мы говорим, что условно все-таки в чистой зоне пол может оказаться грязным. Поэтому старайтесь, чтобы не было такого, чтобы ПЧК не елозило пополу. Перш-наперш правилы безопасности при работе в брудной зоне. Для этого, подчас симуляционных тренингов, студенты учатся пронать и сдымать специальные комбинезоны и бахилы, а так само правильно выкористовывать иншие сродки индивидуальной обороны. Далее их ждут занятки по инфекционным контролю в буферной и червоной зонах, основных методах диагностики и лечения COVID-19, а так само тем, чем они в худшем часе будут заниматься самостоятельно – реабилитацией хворых на коронавирус. Это будет респираторная реабилитация. То есть, как мы говорим, мы учим пациентов по-другому дышать, может быть, не заново дышать, но дышать по-другому, для того, чтобы дышали те отделы, которые поражены COVID-19. И в том числе в программу реабилитации будут включены различные мышечные упражнения, потому что хорошо известно о том, что опорно-двигательный аппарат, он страдает при COVID-19, и это будут специфические мышечные гимнастики. Жидающих трапезь у этой группы было так шмар, что довелось проводить конкурсный отбор. По мере необходимости, колькость волонтеров повеличить, а лепакуль первого отдают студентам выпускных курсов, які худко станут врачами. Скажи, пожалуйста, почему ты решила пойти в волонтерскую группу, все-таки работать с COVID-19 пациентами? Потому что работаю в Центре традиционной медицины, и часто по скорой мне привозят ковидных больных, которые положительные. И хотелось бы научиться с ними работать и помогать более взрослому поколению, который работает в медицинских учреждениях, потому что у них больше риск заразиться, чем у нас молодых. Конечно, страшно, но больше страшно за родных, что ты приходишь домой, особенно после работы. Но это того стоит, помогать другим. Удело доброохотницкой бригады не позволяет молодь от основных занятков. Працоваться не будет в позаурочный час, часто по вечерах. До речи, частка студента уже мает поведенный опыт работы в брудной зоне. Шесть часов в грязной зоне, шесть часов в чистой зоне. Естественно, перед тем, как ты идешь в грязную зону, все свои нужды ты должен сделать, покушать, по естественным нуждам, конечно же. Ну и там ты уже терпишь. В любом случае очень жарко. Очень жарко, потому что много работы, много дел. И стараешься уже не думать о том, что ты полностью мокрый. Ты стараешься сделать, 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 а потом уже ты уходишь и отдыхаешь. Поэтому эмоции, конечно, такие. Протягивается заняток моделеванием ситуации и знаемства с пациентом. Студента вучит правильно вести диалог, как успокоить человека и отказать на пытание. Имя отчество, субординатор. И давайте вы все-таки не будете им предлагать, а скажете, я здесь для того, чтобы сформировать для каждого индивидуальную программу реабилитации. То есть не там, ну а может быть, а давайте, а это такой эксперимент. ГТ-хлопцы и девчата начнут работу с 4-й городской больницы.